привет всем сегодня хочу немножечко совсем немножечко поговорить об идеальных звуковых колонках ага вы уже там засмеялись вот сейчас скажет что вот это вот идеальная звуковая колонка да у нее даже есть два динамика смотрите нет правда никакого фаза инвертора закрытый ящик внутри даже не напихали ваты а вот это вовсе не динамик это пассивный излучатель правда туповатенько как-то сделал если активный излучатель вот такого размера то пассивный должен быть хотя бы примерно его соблюдать он не тяжелый он хрупкий и никаких проводов туда нет там нет никакой катушки ничего в общем обгадили мы эту колонку она в идеальной колонке не годится ну раз уж показал не идеальную колонку давайте покажу колонку более солидную и вот тут вы хоть спорте хоть упираетесь но вот этой фирмы давно уже нет я думаю вы прочитали что это за фирма gold star но колоночки дай бог каждому на зависть играли свое и будут еще играть давайте покажу кто их произвел если кому неизвестно там кстати тоже нету не ваты и колонка достаточно легкая и мощность не китайская заявленная давайте глянем на шильдик вот посмотрите как правильно надо писать на колоночках их характеристики есть тут не сопротивление а импеданс максимальная мощность но обязательно с поправочкой программно диапазон частот никаких 20 20 но 85 это совсем неплохо эта колоночка комплектовала систему хай фай аппаратуры с долби класса д и конечно же с раундом и конечно интересное замечание по децибелам как вы понимаете китайцы из этих бы децибел сделали 2000 ватную колонку но это делали корейцы южные и несмотря на то что эта колоночка всем хороша но сделана она из dsp они из мрамора свинцовых прокладок она не имеет и фазоинвертор судя по отзывам крутых гуру звуколюбов неправильно у нее и не там стоит и в общем все неверно но поверьте если вы возьмете описание этих колонок и их аналогов то вы очень удивитесь чистоте звука их звучание но то колонка куда же ее поставить дома на кухню в ванную в туалет где звук от этой колонки мы будем слушать так чтобы нам ничего не мешало не дребезжащие стаканы не соседи не окна не тарахтящий холодильник и не кипящая у меня за спиной кастрюля с борщом ага вот тут мы подбираемся к истине я всегда ребятки считал ним несмотря на то что обладал разными колонками разного качества и слушал их по-разному я всегда считал одно что лучший идеальной колонкой могут быть только вот такие колонки колонки которые вы надеваете на голову которые снабжены конечно глушаками от внешнего звука они проложены внутри звукоизолирующим материалом и звук излучается с одиночных динамиков широкополосных прямо вам в душу через уши да вот это идеальная колонка только через наушники можно слушать идеальный звук и спорить о том какая труба у вас фазоинверторы на 3 дюйма на 4 какой она длины бесполезно вы можете спорить бесконечно о том как классно слушать звук едя в тарахтящим драндулете с помощью колонок но наушники вы никогда не переплюнете эти наушники мои старые со знаком качества со своими прибамбасами со своими заморочками и можете посмотреть их характеристики в интернете я вас вешать и нагружать такой чепухой не буду я вас слегка подгружу другой чепухой раз уж мы заговорили о наушниках колонки в сторону знатоки ли вы наушников вообще или нет да вы наверняка видели такие наушники на головах диск жокеев возможно кто-то в молодости видел и меня в таких наушниках правда у меня были другие сейчас все пользуются пистонами да до сих пор еще bluetooth и gbl наушники есть и они сейчас испытывают реинкарнацию но постепенно с носимыми плеерами большие наушники ранее были вытеснены вот такими пистончиками не правда ли красиво да это гарнитура от телефона так вот симпатично играет она очень громко в ухо может продолбить прямо до самого мозга но все-таки это пистон и его опознать может каждый их может быть два он может быть один кто как любит слушать музыку рекомендую два и даже беспроводные блю пуп колонки которые сейчас все чаще можно видеть в ушах современной молодежи да и не только современной молодежи у меня в ушах они тоже были хотя молодежь старинная мало кто из вас сможет мне сказать что вот это такое ну-ка напрягите свои извилины я вас гипнотизирую ладно давайте дам прочитать ну чё ж не издеваться видно нет то что спикер понятно прочитайте первое слово как думаете это да это наушник он имеет такие же крыжики как вот этой вот гарнитуры это вот от гарнитуры крыжики три с половиной а это от вот этого монофонического наушника но только этот наушник подушник и слово которое я сейчас сказал это и есть подсказка а ладно не буду вас мучить это действительно наушник который не носится в руке не вешается на ухо не на голову не засовывается в рот или еще куда-нибудь и хотя он не удобен для прослушивания музыки вот так вот приложить к ее куху там как-нибудь или еще к чему-нибудь он очень нужен этот наушник обладает сверх прочным шнуром очень длинным шнуром удобно втыкается в плеер лучше всего в какой-нибудь хороший плеер без стерео амона и желательно с кассетой на 90 минут если у кого нет 120 минутной кассеты этот наушник предназначен для того чтобы слушать музыку нет не музыку уроки во время сна до этим наушником комплектовались плееры и кассеты с уроками английского французского кино китайского и канадского языка да да а сейчас другой вопрос обычно все блогеры ютуберы попрошайничают денег лайков подписок я же вырос в стране советов и я предпочитаю дельные советы всяким там лайкам и деньгам мне этого не надо кстати не подписывайтесь на мой канал но я бы хотел узнать у следующей молодежи а такая есть я в этом убедился да и у предыдущего поколения никто не знает где можно закачать для моего будущего поколения которые я воспитываю уроки английского хорошие которые бы можно было слушать с помощью этого наушника но наушник тут ни при чем мне их достаточно засунуть эти уроки в телефон я бы хотел чтобы там звучала английская речь с переводами но только нормально не беспонтово лессон ван и так далее а что-нибудь вроде стена это волк окно это виндау буду очень благодарен если кто-нибудь даст мне ссылочку в своем комментарии на то что я мог бы послушать а вообще это под подушечный наушник до его суют под подушку и ложатся спать а к утру уже свободно общаются на каком-нибудь аксфордском и дилетантском диалекте ну вот и все что я хотел вам рассказать и показать идеальные но идеальные колонки вот а хитрые колонки вот надеюсь я вас не обманул ну все ребята привет и пока